Привет, вы на канале Дети Звезд. Наталья Фатеева – народная артистка СССР. Когда-то она была самой красивой актрисой, любимицей многих мужчин и примером для подражания для девушек. Фатеева сыграла свыше 80 ролей. Среди фильмов, поднявших ее на вершину славы, можно назвать следующие «Три плюс два», «С вечера до полудня», «Розыгрыш» и, конечно же, «Песни моря». Однако, зачастую у знаменитых и успешных людей холодное сердце. Наталья Николаевна – яркий тому пример. Актриса практически не занималась воспитанием своих детей. Сына она отправила к бабушке с дедушкой, дочь на все лето оставляла в детском саду и даже к ней не приходила. Более того, после развода с мужем, женщина определила сына в интернат и тоже там больше не появлялась. Как оказалось, артистка поучаствовала и в судьбе своего внука. Знаменитая бабушка отправила мальчика в дом малютке. 36 лет назад Наталья проводила отпуск в доме творчества кинематографистов. Вместе с ней была ее дочь Наташа, которой на тот момент исполнилось 16 лет. Она познакомилась с сыном одного из кинооператоров, которому было 19. Молодой человек учился в хорошем вузе. Наташа и Максим начали тайно встречаться, между ними завязались романтические отношения. Но по приезду домой юная девушка узнала, что ждет ребенка. Она боялась реакции мамы и долгое время скрывала свое интересное положение, а когда все открылось, было уже поздно. Вскоре Наташа родила здорового мальчика и Фатеева убедила ее отказаться от ребенка прямо в роддоме. И вот так Наталью Егорову дочь летчика-космонавта Бориса Егорова лишили прав на ребенка. По возвращении дочери из роддома Фатеева еще долго убеждала родственников и друзей в том, что мальчик остался в роддоме под наблюдением врачей по состоянию здоровья. Однако позже ей все-таки пришлось рассказать о том, на что она толкнула свою Наташу. Тогда в судьбу мальчика вмешался сын Фатеевой Владимир Басов, который знал, как никто другой, что значит жить без матери. Он отправился на поиски отца ребенка, который проходил срочную службу в армии и даже не знал о том, что Наташа родила. Ребенка забрали из дома малютки родители Максима и стали о нем заботиться. По окончании службы Максим сделал Наташа предложение, но снова вмешалась в Фатеева. Она не дала молодым людям создать полноценную семью. Тогда его родители усыновили мальчика и назвали Женечкой. Сейчас внуку Наталье Фатеевой 36 лет. Евгений стал оператором, женился и растит двоих детей. Он не общается ни с матерью, ни с бабушкой. Понятное дело, вряд ли кому-то под силу, простить такое предательство. После этой истории остается только восхищаться приемными родителями Евгения, бабушкой и дедушкой, да и папой, которые не бросили его в беде, приняли участие в его жизни и вырастили из него прекрасного человека. Пожелаем ему всего самого наилучшего!